Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я отвечу на вопросы и расскажу, что именно в середине марта нам нужно сделать, чтобы подготовиться к хорошему весеннему сроку. Значит, прежде всего, вопросы по винограду. Можно ли обрезать именно виноград в этот срок, когда уже начинает теплеть? Естественно, мы не доводим до того, когда уже виноград пускает сок, но именно сейчас, когда мы открываем и снимаем наше укрытие, естественно, еще виноград спящий, поэтому резать можно. И сегодня я немножко покажу, как это делать. Значит, прежде всего, что мы делаем? Снимаем укрытие сейчас винограда. Обязательно. Почему? Потому что все-таки земля должна прогреваться. И именно должна прогреваться у основания, там, где заложен ваш куст. Если укрыто каким-то белым спадбондом, это не значит, что он сохраняет, скажем так, от морозов ваш виноградник. Виноград должен переносить, ну, это самое большое для таких капризных сортов, это минус 15 градусов. Поэтому, если сейчас ночью, даже до минус 6, ничего страшного нет. Виноград должен обязательно просохнуть и прогреться. Земля должна прогреваться основательно. И чтобы, ну, как говорят, вот накроешь, раньше урожай получишь. Я думаю, что, если вы сделаете сейчас прогревание именно кустов, именно той температуры дневной, которая бывает, вот вчера, допустим, выстрелила 15 градусов, поэтому, естественно, кусты нагреваются. Особенно, если укрыты пленкой, это вообще нельзя сейчас, потому что перегреваются, начинаются в лазе раннее сокодвижение, а корень еще стоит замороженный. Поэтому это очень опасно для винограда. Мы, прежде всего, должны прогреть основание наших виноградных лоз. Открываем. Приподнимать еще особенно можно и не приподнимать лозы. Вот. Единственное, что со временем, через недельку, я буду поднимать, чтобы лозы были у меня на первой шпалере, и за эту неделю надо хорошенько их обработать. А далее, когда мы их уже приподнимем, и когда мы будем развешивать наши шпалеры, вот тогда мы можем закрыть подбондом. Для чего мы будем делать? Чтобы у нас быстрее проснулись наши почки. Вот. И тогда виноград, естественно, можно урожай винограда получить хотя бы на две недели раньше. Значит, что мы сейчас делаем? Мы открываем, мы приподнимаем до первой шпалеры, снимаем все наши укрепления. А укрепления делаем так, чтобы виноградные лозы у нас не лежали на земле. И к первой шпалере можно вот так вот их приподнимать. Они просохнут хорошо, и обязательная обработка. Чем же обработать наши кусты? Старайтесь, в первую очередь, это от болезни. Почему? Потому что все-таки виноград, он растение капризное. И грибковое заболевание, виноград соприкасается близко с землей, естественно, грибковое заболевание не заставит себя ждать. Поэтому можете обрабатывать сад, можете обработать виноградники. Опасно работать с бордовской жидкостью, с бордовской смесью, именно при уже высокой температуре, когда начинают просыпаться почки. Тогда, конечно, это чревато. Но если все ваши кустики спят, то, естественно, если еще растение, скажем так, от зимовки не отошло, его очень хорошо обработать бордовской смесью. Обрабатывайте сад и побрызгали тоже ваши виноградники. Но здесь надо обязательно сделать вторую обработку против клещика. Потому что зимующий клещик все время есть на виноградниках. И поэтому виноградники, конечно, надо обязательно обрабатывать, чтобы растения потом были здоровы. Потому что клещик вредит почкам, спящие у почек, у основания почек. И, конечно, это будет уже плачевно и чревато. Значит, сейчас покажу еще обрезка винограда. Тоже очень много спрашивали, как оставлять, сколько оставлять. Я всегда стараюсь в соседней обработке оставить несколько лишних почек, чтобы мне по весне было проще, когда я подвешиваю кустики для обработки, чтобы мне было видно, как эти лозы обработать. И здесь уже я повторяю вот эти обработки, уже как это надо делать. Пойдем посмотрим на виноградники. Я расскажу несколько приемов, которые надо сделать именно при обрезке. Вот, допустим, виноград, который не обрезался сильно на зиму. Убирались только лозы, которые лежали практически на земле. Потому что этот виноград, скажем так, жалко было его искоренять. Поэтому он лежит на маленькой стойке. Я его все время делаю коротким. Существует вопрос, как обрезать лозу. У вас, допустим, выросла лоза. Смотрите, в прошлом году вы оставили лозочку с двумя почками. Из них вырастают очень длинные ветки. С каждой почки выходит росточек. То есть это и будет будущая лоза. И бывает, что даже две почки просыпаются. То есть верхняя и нижняя. И получается, что с одной почки две лозы. Если вы оставите вот такой пруд. Посчитаем, сколько здесь почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, практически, ну, пускай это будет десять почек. Десять почек – это десять лоз. Вот представляете, такие вот лозы у вас вырастут огромные. Десять. Только с одной ветки. Вот поэтому куст будет у вас зарощенный. Если посчитать все вот эти лозы и сколько они выпустят. Естественно, ни один куст не выдержит такого урожая. Урожай будет мелкий. И, конечно же, нам этого не надо. Потому что и уход, и затененность вот для вызревания лозы. Этого нам не нужно. Поэтому даже у кого есть огромные виноградники при стенках, на каких-то арках, обязательно обрезайте свой виноград. То есть оставить на… вот здесь вот оставить две почки – это абсолютно правильно. Следующую вы делаете, даже если у вас три-четыре лозочки есть, вы тогда уже эту можете первую оставить длиннее на четыре, на шесть почек. А эту вообще можно убрать до одной почки или до двух почек. Вот тогда урожай у вас будет хороший. И, скажем так, лоза у вас будет всегда… Вот видите, с одной почки, вот здесь вот можно видеть, вот с одной почки проснулось в прошлом летом, вот две лозочки, вот с одной почки выходят. И вот они параллельные, и скручиваются, и все. И, естественно, конечно, виноградник будет зарощенный. Если с одной почки две, одну вообще уничтожаем просто под кольцо, а второй оставляем несколько почек. И вот эти лозочки проснутся, вот здесь мы и будем ждать будущего урожая. Естественно, вырезается все сухое, вот, все, что высушенное, это все вырезается. То есть видно, что здесь виноград не чистился. Вот, вырезается. И обязательно, конечно, обновляем. Сейчас вот если посмотреть, то основание среза не мокнет. Еще лоза не пускает свой сок. То есть еще не проснувшийся виноград. Поэтому обрезка еще может быть. Обязательно обрежьте, кто не обрезает. И, конечно же, эти кусты надо подготовить обработкой и подкормкой. Подкормку будем делать позже, и я покажу, как, когда земля наша прогреется. Запомните, что чем раньше вы туда кидаете удобрение, тем дольше оно пролежит просто на поверхности вашего грунта. И бездейственнее уже потеряет процент своего действия именно в теплую погоду. Потому что любое удобрение работает при теплой погоде. Сейчас еще холодно. Если один день выстрел тепла, это не значит, что надо идти и уже все кормить и все подсыпать. Очень просили показать перевод дерева, чтобы высоко не росло. И как перевести дерево на низкий рост. И именно сбалансировать свое, скажем так, плодоношение где-то в начале или в середине дерева. Конечно, это сделать на высоком дереве очень сложно. И за один раз это не делается. Потому что там приходится пилить длинные стволы. И поэтому, естественно, люди, многие, не понимают, как это делать. Я вам покажу на низком дереве, на грушке, которая начинает уже плодоносить. То есть уже 4 года начинает плодоносить. И вот сейчас я вам покажу, как правильно перевести дерево, чтобы оно у вас не росло под 6 метров. А именно сохранить его, скажем так, невысоким. Для удобства, для того, чтобы хорошо было заботиться о нем. И, собственно говоря, было хорошо собирать урожай. Если посмотреть на дерево. Обычно мы дерево растим, как елку. То есть идет вершина, и отходятся от него ветки. И то, что касается яблони, то яблони еще могут плодоносить и, скажем так, на прямо стоячих ветках. И отклоненных на 45 градусов, хотя это неправильно. Но, что касается груши, здесь должно быть отклонение практически. Вот видите, лежачие лозы. Тогда они наполняются полностью цветочными почками. И плодоносить тогда начинает вот именно эта веточка. Если у груши вертикальные, то практически урожая не бывает. Груша, она может выдерживать урожай тоже определенной массы. А закладывать почек тоже может много. Поэтому никогда не стремитесь сохранить все цветочные почки. Потому что иной раз приезжаешь к клиенту работать с садом. Ой, а мне жалко. Вот тут она будет плодоносить. А вот тут она будет плодоносить. И тут будет плодоносить. Если не обрезать деревья, конечно же, все плодоношение будет мелким. И, скажем так, если дерево истощает себя, ствол, потому что все-таки плоды вытягивают все эти соки. Естественно, дерево чахнет. Поэтому нам надо дерево подготавливать с маленького возраста, чтобы оно было устойчивое и именно здоровое. Что касается груши. Формируем всегда, у нее должен быть центральный проводник. Так как груша эта росла у меня, скажем так, с маленького, перенесенная была еще два раза с места на место. Поэтому, собственно говоря, я ее для выживания сильную обрезку не делала. Но здесь надо все-таки ее подрихтовать. И вот как переводятся именно центральные проводники на боковые. Здесь надо, не жалея, убирать центральный проводник и переводить просто на лежачую ветку. Тогда у вас груша будет гораздо ниже. Но так как я еще ее хочу подрастить, то мне будут уже здесь вот какие-то проводники. И тогда вот я достаю до этого уровня. Здесь я ее и буду переводить на боковую ветку. Здесь, смотрите, чтобы сделать лидера, дерево хотите, чтобы оно было повыше и чтобы оно было правильно сформировано. Иной раз идет очень много веток и разобраться здесь очень сложно. Поэтому оставляйте центральный проводник, какой вам нужен, который идет именно прямой и сильный. Вот. А остальные обязательно надо сделать ниже. И делаем мы всегда это на почечки, которые внешние. То есть, которые не в крону растут, а именно растут наружу. Поэтому внешние почки у нас вот имеются. И мы не жалея то, что у нас будущий урожай. Кстати, срез надо делать параллельно почечке. Почка идет в ту сторону. Параллельно кладем наши ножницы и просто отрезаем. Вот в таком отношении, если будет. Потому что конкуренты иной раз, они обгоняют самого лидера. И дерево развивается неправильно. То есть, рост у дерева приостанавливается. Даже для того, чтобы спровоцировать рост дерева. Бывает, что неправильно посадили. Прихожу, дерево вот не растет 6 лет на одном уровне. Значит, или неправильная посадка была, а это быстрее всего. Больше процентов я даю за неправильную посадку. Потому что все-таки место прививки должно быть выше почвы практически на 10 сантиметров. Если вы дерево закопаете, прививку, дерево не растет. Оно останавливается в росте. Поэтому обязательно проверяйте, как сажать свои деревья. Иной раз сажают в лунку, потом подсыпают, подсыпают, а это на уклоне. И получается так, что прививка ваша закрыта. Дерево останавливается в росте и тогда уже слабо развивается. И смотрите, чтобы дерево, допустим, хорошо росло. Ну, то есть, произошла так остановка. Ну, не нравится грунт, не нравится там что-то. Здесь вы должны просто очистить дерево. Оставить один проводник просто. И его подрезать на минимальный прирост. На минимальный прирост. То есть, вот начинается молодой прирост. Две почечки оставляете и здесь обрезаете. Но излишних конкурентов убираете. Вот тогда ваше дерево, оно пустится в рост. И знаете, что при обрезке дерева, вот первые три почки начинают расти. Многие делают ошибки такие, что ветку, допустим, надо срезать. Вот как здесь на боковую. Здесь надо срезать. Но срезают вот выше. Сейчас расскажу, какие тут есть приемы. Вот смотрите, если вы срезали и оставили четыре почки. С этих четырех почек пойдут три веточки. То есть, вот почему получаются ежики после срезов на яблонях. Потому что тоже многие жалуются, не знают. Дерево, если сильно, особенно обрежут первый раз. Да, там очень много волчков. Но это все можно исправить. Волчки перевезти на плодушки. И, скажем так, где-то что-то убрать. И оттянуть где-то что-то. Конечно, все можно сделать. Но это дерево уже не будет у вас высоким. Таким, как оно было, допустим, при бабушках, при дедушках. Поэтому обрезка нужна. И запомните, чем сильнее обрезка, тем, естественно, природ веток очень сильный. Поэтому вот эти все, скажем так, ежики получаются именно при сильной обрезке. Если вы оставите веточку длиннее, допустим, вот короткие ветки тоже, чтобы они хорошо росли, допустим. Я всегда кончики стараюсь обрезать. То есть, одну третью ветки я всегда отрезаю. Тогда здесь пойдет расти одна веточка. Но если вы оставите четыре, здесь пойдут расти три ветки. А чтобы ветки не росли, а были на плодушке, вам надо оставить веточки коротенькие. То есть, допустим, вот смотрите, пенек. Оставляйте пенек. Всегда есть место, вот здесь вот, возле самой веточки, есть почка спящая. И рядом есть почка. То здесь у вас будет коленция в следующем году, которая можно сделать очень хорошую плодушку. Поэтому ветки на кольцо старайтесь тоже не резать. На кольцо режутся ветки, которые растут именно вверх. Они вот, допустим, у вас ветка скелетная. И получается вот здесь вот прям наверху вот эти длинные ветки. Вот которые находятся на самом верху, они обрезаются на кольцо. Если у вас волчок пошел снизу, допустим, видно, что можно сделать коленца. Тогда оставляйте пенек. На пеньке всегда будут две почки. Из него будет будущая плодушка. Вот это маленькие нюансы, которые существуют при обрезке. Поэтому это надо использовать. Всегда старайтесь, чтобы дерево было сильным. Чтобы была сильная ветка. Если вы оставляете вот такую тоненькую маленькую ветку, естественно, от нее будет расти еще веточка. От нее прирост будет более слабый, чем мы ее подготовим. И, конечно же, она получается слабая. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь груш повесить на эту ветку. Ну, представляете, что будет? Поэтому надо, не жалея, сначала сделать хорошие скелетные ветки. Поэтому мы ее ослабляем, делаем ее, вот здесь, вот видите, нижняя почечка, на нижнюю почечку, на внешнюю, чтобы веточка была более полога. Она будет подниматься к свету. И эта ветка станет сильнее в диаметре. И тогда уже она сможет выдержать какой-то урожай груш. Поэтому обязательно надо работать с деревом и дереву помогать. И дерево потом будет благодарное. Если вы сделаете сильный скелет, у вас тогда и плодоношение будет обильным. Потому что многие гордятся. Вот я посадил два года назад дерево, и у меня здесь уже 500 груш. Это, скажем так, это не показатель. Потому что дерево ослабеет, в конце концов, дерево состарится, в конце концов, дерево у вас может поломаться. Поэтому, естественно, дерево готовят с молоду. Для того, чтобы закаляют, скажем так, сил дают. Для того, чтобы в будущем оно плодоносило каждый год, было с хорошим урожаем. Вот это основное при обрезке вы должны помнить. Конечно, если у вас ярус, ярус должен быть обязательно тоже разреженный. Потому что после того, как мы побыли в саду, в саду было очень много вопросов именно по тому, как сформировать дерево. Формировка дерева должна состоять из того, проводник, самый центральный ствол. Потом у вас идет первый ярус. Первый ярус должен быть раз, два, три, четыре хотя бы ветки. И дальше дерево должно 30 сантиметров расти. И должен быть следующий ярус. Поэтому, скажем так, ветки, которые не между ярусами, они тоже должны освобождаться и удаляться. Понимаете? Чтобы дереву было легче. Поэтому здесь надо внимательно смотреть на то, как дерево создается. Вот должны быть пологие ветки. Первый ярус три. Потом отступается 60 сантиметров. И далее формируется ярус. Обязательно конкурентов и другие стволы. Но если вы формируете яблоню, и у вас, допустим, или грушу, и у вас четыре или шесть стволов. Вот корень-то один, собственно говоря, а надо выкормить шесть стволов. А на этом стволике, который одинаковый, они будут два ствола. И у них будут формироваться, естественно, скелетные ветки. И это надо будет резать каждый раз, потому что все-таки они дают поросли и всегда растут. Это надо будет резать между собой. Надо будет чистить от урожая половину. Вам это надо? Конечно, не надо. Надо сформировать нам красивое дерево, которое будет прямое. И вот в таком соотношении оно должно быть. Вот смотрите. Первый ярус, второй ярус и центральный проводник. Здесь даст веточку, будет третий ярус. Этого достаточно для хорошего, скажем так, взрослого дерева. Поэтому не жалейте, никогда не жалейте. Вы дерево сделаете хорошо, и дерево вас отблагодарит. На сегодняшний день мы еще должны обязательно раскрыть наши розы. Потому что для роз это оптимальная температура, если плюс 5, плюс 6. Розам очень комфортно. Но здесь существует вопрос в другом. Здесь тоже надо продолжить обрезку. То есть, кто не обрезал, обязательно обрежьте. Существуют параметры для обрезки чайно-гибридных роз, парковых, флорибунды. Короче, смотрите. Если у вас обычные чайно-гибридные розы, вы можете оставлять до 30 сантиметров. Вот смотря какой куст. Потому что есть мощные кусты, которые растут метр и больше, метр двадцать. Естественно, их оставляем немножко выше. А которые низкие розы можно обрезать практически 10 сантиметров от грунта. И поверьте мне, розы будут у вас в хорошем состоянии. Значит, кто не обрезал, обязательно удаляем все маленькие веточки. Они не должны существовать. Должны у нас быть только крупные, хорошо поставленные скелетные ветки. Тогда у вас развитие розы будет правильно. И смотрим черенки, которые были прикопаны. Черенки очень в хорошем состоянии. То есть обычно осенние черенки я складываю на зимовку при кустике, чтобы не потерять сорт. И уже весной начинаю с ними работать. Сейчас работать еще с черенками рановато. Поэтому ждем, когда земля прогреется хотя бы до 10 градусов, чтобы она на высоте 15 сантиметров была хотя бы 10-12 градусов. Тогда черенками можно работать. Это не говорит о том, что мы на зиму черенки посадили под бутылки. Кстати, посмотрите, они там себя очень хорошо чувствуют. У них уже такие хорошие почки. А весеннее черенкование должно быть в тепле. Ну и, конечно же, первоцветы. Это наши гиацинты, это наши пролески и наши тюльпанные грядки. И вы их сейчас должны почистить и подготовить к подкормке. Уже на следующей неделе у нас идет сплошной плюс. И там мы будем кормить. Следующая передача подкормка клубники, чистка клубничников наших и, конечно же, первоцветов. Поэтому будут вопросы, звоните. Ну а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.